Ну что, сегодняшняя наша тема это кастрация и стерилизация. Илья, привет! Есть у меня несколько вопросов к тебе на такую важную тему. Скажи, пожалуйста, первое, с чего начну, чем отличается кастрация и стерилизация? Ольга, еще раз привет! Действительно, кастрация и стерилизация это немножко разная манипуляция. Все дело в том, что стерилизация это более серьезное хирургическое вмешательство, подразумевающее доступ в брюшную полость у животного. Поэтому реабилитационный период, восстановительный период после стерилизации у животного будет более длительный. Это нужно учитывать. В каком же возрасте нужно кастрировать своего питомца? Это хороший вопрос. Раньше предполагалось, что обычно кастрацию осуществляют примерно с года, чтобы животное полностью сформировалось по гормональному уровню и статусу. И хирургическую операцию было выполнить проще. Но последние исследования показывают, что животных кастрировать и стерилизовать нужно в более раннем возрасте. То есть еще до года. Причем по некоторым исследованиям даже где-то в районе полугода и ранее. Это позволяет снизить риски развития различных онкологических и гинекологических заболеваний. А для чего же нужна кастрация? Как понять, что она нужна твоему питомцу? Кастрация прежде всего нужна тем владельцам животных, которые не планируют разводить своих питомцев. То есть не планируют, чтобы их животное участвовало в разведении. Многие надеются, что можно обойтись без этой манипуляции различными гормональными препаратами. Но, к сожалению, иногда гормональные препараты могут вызывать различные осложнения и ухудшать качество жизни и сокращать ее продолжительность. Есть такое мнение, что кастрация связана с мочкальной болезнью. Правда ли это? Действительно, существует такое мнение, но здесь очень важно провести границу. Сама кастрация напрямую на риск возникновения мочкальной болезни не влияет. Это показывает нам исследование. Однако, после кастрации часто животные характеризуются сниженной потребностью в энергии и калориях. А владельцы продолжают кормить свои животные так же, как и ранее. И на фоне этого уже возникает переизбыток калорий, и животное начинает набирать вес. И вот как раз таки избыточный вес и влияет на риск возникновения мочкальной болезни. Я знаю, что часто после кастрации жалуются. Мой питомец набрал вес, хотя я его кормлю так же. Собственно, просто будем призывать не перекармливать и даже немножко урезать дозу. А, бээээ. Стоит укоценировать своего питомца, если он полностью здоров, крепок, и ты не собираешься использовать его для размножения? На фоне длительного периода жизни у животного может меняться гормональный фон. И как раз-таки эти половые гормоны влияют на изменение гормонального фона. Если животное не реализует какую-то функцию, это может приводить к гормональным сбоям, а они уже повышают риски развития различных заболеваний. Если мы понимаем, что животное не планируется участвовать в разведении, не планируется участвовать в выставках, такое животное лучше кастрировать. И поверьте, животное прекрасно себя чувствует после кастрации, живет полноценной жизнью, и это снижает риски развития заболеваний и позволяет избежать многих проблем. Спасибо, Игорь. Надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. Если у вас были сомнения по поводу кастрации, возможно, сейчас они развеялись. По-прежнему будьте здоровы, оберегайте своих питомцев и до новых встреч. Пока! Удачи! Удачи! Удачи!